Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, в котором были добавлены несколько заданий для тех, у кого нет старайдера на день открытых дверей, и также кусочек сюжетки, опять же, для дня открытых дверей. Но, кстати, я сейчас поняла, что это не день открытых дверей, потому что он раньше был только на конюшне Юрвика, а сейчас его, если я правильно поняла, переименовали, и теперь это называется конный фестиваль, или конно-спортивный фестиваль. В общем, давайте смотреть, что же в итоге добавили. А, название, в принципе, значения не имеет, так что седлайте своих коней и поехали! Давайте начнем с того, какие задания добавят для тех, у кого нету старайдера, потому что здесь их могут выполнять те, у кого он есть, ну и те, у кого его нет. Кругом мусор. Это задание точно такое же, как сбор мусора по всему Юрвику, но это будет именно задание. Вы ежедневно будете собирать мусор и получать за это 100 шиллингов и 100 опыта лошади. Вообще, кстати, все задания здесь дают ровно столько денег и столько опыта, и жаль, что не больше. Изобретательная помощь планете. Это мы сейчас поболтаем с Тан, и посмотрим как раз и следующая часть этого обновления. Тебя кое-кто ищет, это начало сюжетки с Алексой Линдой, благодаря которой мы сможем увидеть обновленную Сабину со своим конем. Мне очень нравится, как ее обновили, хотя вот длинный хвост, похожий, как многие писали на змею, мне не особо понравился. Вот, так что, что же связано здесь с мусором? Нам добавили большую Бонни. Если честно, когда я в первый раз на одном аккаунте побежала выполнять это задание, я поехала на ферму Стива. Потому что задание не отображалось, текст особо я не читала. Ну, точнее, нет, я прочитала, что к нам приехала ля сумасшедшая изобретательница. И я думала, что нужно бежать в деревню Серебряной Поляны. Но оказалось, что большая Бонни стоит прямиком здесь, со скакуном. И теперь ежедневное развлечение. Это если вы умудраетесь собирать в Морланде много мусора, да и по всему Юрвику. В этот мусор можете сдавать здесь скакуном. Я так понимаю, это ежедневно. По-моему, я в одном аккаунте пробовала все это получать, сдавать. И это действительно все работало ежедневно. То есть, если вы за день используете все вот эти штучки, все, они у вас появятся, по-моему, только на следующий день. И за 5 предметов мы получаем 1 весенний жетон. За 10 мы получаем 2 весенних жетона. И за 20 мусора мы получаем 4 весенних жетона. Если честно, собрать 20 мусора, к примеру, тем людям, у которых нету Старайдера, и у них есть только Морланд и только Фурпинта, это прям настоящий квест. Ну, точнее, я так думаю. Если честно, я не пыталась даже собирать это тем, у кого нету Старайдера. Что же здесь нам еще добавили? Нам добавили питомцев за жетоны и не только. Сколько? А, у меня 180 жетонов. Я вот думаю, может быть, все-таки приобрести себе вот эту вот зверушку, этого ворона, который больше похож не на ворона, а на какую-то версию каких-то орлов, потому что он такой бурый, но именно это мне в нем и нравится. Хотя, на самом деле, у меня еще есть другая отсылка к этому ворону. И... А давайте! 70 жетончиков у меня имеется, у меня их всего 108, я, пожалуй, все-таки его куплю. Вот, давай-ка... Вот... О! О, какой красавец! Так, ну да, в общем, добавили ворона, добавили питомца шарика, это за жетончики. Теперь они продаются вместе с кроликом. Но за те же 350 СК, я лично считаю, это очень дорого, вы можете купить себе такой же желтенький, зелененький воздушный шарик и сороку по имени Гермес. Да, ну, кстати, я бы хотела еще бы и сороку купить, но мы все знаем, что сейчас проблемы с СК. Да, и... А вот, кстати, вопрос. Нет, этих животных привезут. Да, 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 да. Если теперь этот праздник доступен, постоянно будет еще и в Морланди, то, значит, в следующем году в этом списке появятся еще питомцы. И я смогу все равно купить эту сороку в будущем, если все будет так же хорошо. И СК нам будут продолжать потихонечку капать. Так, что еще добавили? Нам добавили еще один комплект амуниции. Это комплект выездки в стиле вестерн, а-ля от клуба лесничих Юрвика. Комплект, кстати, симпатичный. Я на один аккаунт взяла себе маечку, штанишки. И, а, да, вот, Вальтрапы мне очень сильно понравились. Я, кстати, не понимаю, почему они питомцами от всех этих клубов делают цветные розы? Это неинтересно. Могли бы тематических делать, к примеру, от бульдогов, как, к примеру, сделайте плюшевую собачку бульдога, от клуба Бобкэт сделайте плюшевую игрушку Бобкэт. Да, если кто-то не знает, то Бобкэт это вообще разновидность рыси, если я правильно помню. И вот эти вот сережки, ну, они какие-то, мне кажется, скучные. Они тоже везде в виде розы, просто разных оттенков. Мне это не нравится. Потом нам в магазине, значит, еще добавили один комплект одежды, тоже в стиле вестерн. Вы его могли видеть на рекламе конного фестиваля. Там девочка одна каталась в таком костюме. Вот, но я его тоже, как видите, нигде, ни здесь, ни на другом аккаунте не купила. На одном аккаунте я смогла, кстати, все-таки накопить тысячи шиллингов и купить себе вот это седло. Не знаю зачем, потому что есть коричневое. И, кстати, вот еще одна проблема, к примеру, вы не хотите черное седло, а коричневое. Вот это. Ну, зачем? Почему они сделали, что два разных седла... Нет, два одинаковых седла разных цветов, имеют абсолютно разные характеристики. Тут скорость один. Зачем кто-то будет брать это седло, те, кто, к примеру, за постоянное поддержание скорости лошади, почему они должны брать только черное, потому что оно как бы быстрее, а коричневое вы сделали, ну, вообще никакое. Меня прям это расстраивает. Так, в общем, вот такое вот здесь у нас обновление произошло. Но это еще не все. Мы теперь едем на нашей любимой телеге до конюшни Юрвика. И смотрим, что добавили там. И да, кстати, дорогие друзья, я, ребята, вам напоминаю, у нас остались последние считанные дни до среды, когда уберут последних лепицианов, вот этих садня открытых дверей, которых больше не будет. У нас уберут лошадей полторашнего поколения с рынка Фердинанда, два халтикинса и две аполузы, и больше их уже в игре не будет. Меня прям передергивает после этих фраз. Так, ну, что же добавили у нас здесь? Именно здесь по сюжету вы будете разгадывать загадочки и делать всякую работу, которая вот вон там, Линда с Алекс стоят, они вас и загрузят всем этим. Также нам добавили двух новых лошадей на этот праздник. Это превосходный англичанин в гречку и рыженький арабчик. Ой, ну... Но вы же понимаете, что мне нужно его взять, потому что у меня есть все три лепициана с этого праздника. Я скупила всех этих лошадей, которые должны будут убрать, и не взять вот это чудо. Я считаю, это будет преступлением, потому что я же собираю... Смотрите, как интересно. У меня рюкзак залагал поверх покупки. Я же собираю этих арабов. Мне же нужны все новые арабы, тем более рыжий. Ой, это же так спортивно, это же так красиво. Ой, ой, ой. А, кстати, я обнаружила один замечательный глюк. Если вы... Я просто раньше этого не замечала. Если вы при выборе покупки лошади через новый вот этот интерфейс выбираете ему какую-то другую гриву, неважно какую, но вот, допустим, шишки, то, пока вы в игре, после закрытия данного меню покупки на арабе будут шишечки. То есть, у вас есть возможность, к примеру, перед покупкой лошади, если в будущем этот глюк останется, вы нажимаете интересующую вас прическу, выходите из меню покупки и смотрите просто со всех сторон, как эта прическа смотрится на лошади вплоть до пикселя, вот вплоть до вот каждого волосочка. И если у вас все устраивает, вы покупаете лошадь вместе с этой прической. Это, кстати, работает не только на этом арабе, если вы такой же везунчик, как и я, у которых есть возможность вот эту анимацию, посмотреть анимацию по кубочке, то вот тоже, пожалуйста, сделайте англичанину шишечки, выйдите из менюшки, и у вас англичанин будет стоять с шишечками. Покупать, кстати, всех этих лошадей, которых добавили в этом году, я буду просто на разных аккаунтах. К примеру, покупку араба чуть позже я выставлю, точнее, сделаю. Я его еще не купила на этом канале, на этом персонаже, точнее. А двух англичан я куплю Кассандре Фаершилд, потому что она декий фанатик. У меня англичаны занимаются только англичанами, то бишь будем считать разведениями английской чистокровной верховой породы. Так, что же еще добавили? Потому что и это не все, ребят, серьезно, столько заданий, и у нас остается неделя. Я целых две недели каждый день заходила на все свои аккаунты, и я, если честно, уже устала собирать все эти жетончики. Я, наверное, с понедельника буду уже думать, что покупать на эти жетончики, что мне нужно, что не нужно, а все, что останется, оставлю на следующий год. Нам добавили еще две скачки. Так, отменить. Да, нам добавили элитную фестивальную гонку по пересеченной местности, и нам добавили еще одну гонку. Вот только вспомните бы, где персонаж, с которым нужно разговаривать по поводу этой гонки. Просто, как вы видите, я сюжетку еще не выполнила. Знаю, что вот эта доска рядом с почтовым ящиком это и есть эта гонка. Или добавили только вот эту элитную. По-моему, эту элитную. И вот добавили очень такое, очень странное задание, цветочное украшение. Вам нужно будет бегать по всем окрестностям Ерлхейма, искать цветочки, а точнее собирать, так как они открыты на карте, и украшать конюшню Юрвика этими цветочками. Так, если не ошибаюсь, больше нам ничего не добавили. В магазине, по-моему, ничего нового. Нет. Нигде. Вообще. Но, кстати, есть один интересный факт. Если вы не залезаете в магазин глобальный, то я вам расскажу одну... Что такое? Я расскажу вам одну очень интересную вещь. В магазине... Я не знаю, с каких пор. Честное слово. Я не наблюдаю за магазином. Я не листаю его каждый больший день. Но с каких пор здесь висят одежды с летнего солнцестояния 21-го года их добавили в магазин. Хотя мы помним, что раньше эти комплекты продавались только в ларёчке на пляже Фурпинта. А если вы пролистнёте ещё ниже... Я почему показываю, потому что мало ли кто-то даже не знал об этом. Кто-то этого не увидел, не заметил, и вообще в магазин никогда не заходит, и про него, может быть, вообще забывает. Но это ещё не всё. К примеру, вот такой шикарный комплект. Это тоже тематически. Это со дня святого Валентина 20-го года комплект. И я вообще в шоке, что у меня его нет. Где я была в 20-м году, я не знаю. Но, видимо, кстати, мне придётся потратить СК, потому что мне в этом комплекте всё нравится, кроме перчаток. Потому что у меня же точно нет этого комплекта. Я бы запомнила. Надо прошерстить свой шкаф. Вот. И если мы будем, опять же, листать, 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 то где-то там, в низах, мы найдём ещё комплекты одежды со дня святого Валентина. Причём там такие древние комплекты, ребят, что у меня был искренний шок от того, что они вообще есть в магазине. Вот только сейчас почему-то я их найти не могу. Так, вот тоже летний костюмчик. Но, ладно, если я не могу найти, то это не значит, что их нет. Они были. Я их и видела. Причём, видела сегодня до записи этого видео. Так, вот опять что-то летнее, по-моему, здесь. Да, 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 это всё лето, 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 лето. Ой, но это прям найти невозможно. Почему? Вот я же находила всё. По-моему, амуницию я тоже находила. Вообще, кстати, магазин как-то лагает. Мне это не очень нравится. Вот, кстати, по амуниции тоже с летнего солнцестояния я нашла всё-таки комплект. И вот дальше, если листать, там действительно, я вам клянусь, там были комплекты со дня всех влюблённых. Просто почему-то, когда я хочу это вам показать, я не могу это нигде найти. Это меня прям как-то подставляет. Когда вы не можете что-то найти, достаточно включить вкладку показать имеющийся. И вот они, все эти комплекты, потому что у меня они есть. Вот опять же, комплект летнего солнцестояния 2019 года. Заметьте, сейчас даже не идёт этот праздник, а все комплекты туда добавили. 2019 года. Вот ещё один комплект 2019 года. Это опять 2019 года. Все веночки. Так, а я не поняла, почему у меня нет веночка с ракушечками. Непонятно. Давайте купим. Ай, вот как я не люблю, когда магазин всё это сбрасывает. В общем, да, все эти... Ай, стой, верни. Вот, да-да-да, вот все эти комплекты дня Святого Валентина. Это всё есть. Это всё есть. Это почему-то всё завезли. Так, это... Это-это-это-это-это-это-это. В общем, ну вы сами видели, комплекты действительно существуют. Так что это не моё воображение. Так что вы можете заходить и что-то себе уже покупать, потому что неизвестно. То ли это специальные разработчики... Да вот что-то такое. Я тоже... Вот вы видите, да? Вот магазин не листается. То ли разработчики случайно всё это добавили, то ли специально. Мы этого не узнаем, поэтому лучше перестраховаться, зайти в магазин, включить вкладочку имеющиеся и заблокированные предметы амуниции или одежды и начать себе что-то, может быть, покупать. Вот. Поэтому на следующей неделе, я так понимаю, уберут у нас вот этих лошадок, которые остались недолго, к сожалению. Но при этом нам добавят задание с продолжением сюжета духовных наездников из Сабины на конном фестивале. И у нас будет ещё одна неделя, чтобы пособирать жетончики, может быть, добавят ещё что-то из амуниции, из одежды, но я этого не знаю. Узнаем только на следующей неделе. Вот. Так что на этом всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще данный праздник. Жалко ли вам вот этих лошадок, которых убирают насовсем. И мечтаете ли вы, что когда-нибудь мой один аккаунт соберёт всех лошадей первой и второго поколения, чтобы я начинала по ним, к сожалению, снимать отдельные видосы а-ля воспоминания. Вот. Ну, ладно, давайте всё-таки о грустном не будем. Давайте думать о хорошем. У нас идёт праздник, у нас идут задания, жетончики и много всяческой крутой амуниции и одежды. Так что на этом всё. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также укачать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео! И удачи вам в сборе жетончиков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова